Привет, ребята, я Шми, добро пожаловать на мой канал, и сегодня вы со мной находитесь на первом заезде на Mercedes-Benz Vision Avatar. Это слияние человека и машины. Эта необычная машина является коллаборацией Mercedes-Benz и Avatar. Поэтому я хочу рассказать вам о паре деталей перед тем, как мы на ней поедем, чтобы ощутить, какая же она. Изначально я хотел о ней рассказать во время нашего заезда. Это электрический концепт-кар. На борту имеется джойстик. Различные части интерьера подсвечиваются с помощью прожекторов. Колеса могут поворачиваться аж на 30 градусов, что дает возможность ехать почти боком. Сзади есть 33 вот таких фонаря, которые считывают, что происходит снаружи. Это напоминает хвост рептилий. Мне кажется, это необычным. То, что мы видим, это технологии будущего. Перед тем, как мы прокатимся на Vision Avatar, скажу, что я даже близко не представляю, каково это. Но я в предвкушении все это выяснить. Как только вы подходите к автомобилю, он автоматически узнает вас и пробуждается. Синяя подсветка, как у Mercedes-Benz EQ Model, напоминает мне даже Mercedes-Benz EQC в манере будущего времени. Есть еще пару вещей, которые напоминают мне наше будущее. Светодиодная линия, идущая по всей задней части кузова. Посмотрите на то, как все просыпается, по мере того, что происходит вокруг. Цикличные движения задних фонарей. Чуть ниже световой линии бегут нейроны, которые реагируют на скорость движения автомобиля. Мы соль на вене идея лесных духов из Аватара. Посмотрите, двери открываются, и нам становится видно интерьер. В передней части салона имеется цельная проекция, созданная шестью различными прожекторами. По центру контроллера, о котором мы поговорим во время нашего тест-драйва. Машина сделана из материалов, пригодных для вторичного использования, как, например, батареи. Весь интерьер был придуман Джеймс Кэмероном, директором Аватара. Он, кстати, веган. Задние сидения сделаны из полиэтиленовых бутылок, которые достали из моря. Материал пола включает срубленные деревья, из которых сделаны прутья. Посмотрите на это. Это микс природы и человека. Я думаю, пришло время проверить ее в действии. Посмотрите на эти штуки сзади. Сейчас они неподвижные. Эти нейроны двигаются медленно, но при добавлении газа задние фонари наклоняются для аэродинамики. Скорость нейронов меняется в зависимости от скорости автомобиля. При торможении машины их цвет становится красным, и фонари начинают помогать даже в торможении. По мере поворота фонари в пространстве нейроны также снижают свою скорость. Этот автомобиль – это шкура животного снаружи, и многофункциональный автомобиль внутри. Посмотрите на все эти иллюминации и ее цвета снаружи. Все это прекрасно дополняется формами машины, монолитности, выпуклости ее частей. И все это плавно перетекает внутрь. Если мы посмотрим назад, то все как сделано позади сиденья – этот переход к подголовникам. Подсветка на выпуклостях, много стекла, и все управляется с помощью единственного джойстика, который выглядит просто потрясающе. А теперь давайте на ней прокатимся. Посмотрите на ее колеса. Мы выезжаем на улицу. Да уж, это просто зрелище. Посмотрите на перемещение. Никогда не видел ничего подобного. Именно такого движения колес. Смотрите, какой угол поворота. Напыление на кузове сделано специально от солнца. Как видите, тяжело рассмотреть лучи солнца на машине. Это и вправду что-то особенное. Не так часто такое можно увидеть. Посмотрите на то, как она поворачивает. Именно здесь, на улице, я хочу сделать быстрый тур по этой машине для понимания того, как аватар работает. Поэтому давайте сядем в салон. Сейчас я аккуратно постараюсь залезть. Так, ныряем внутрь. Конечно, это другие ощущения, как минимум от того, что здесь нет руля. Машина управляется всего одним джойстиком, который мы перемещаем. Вокруг также имеются переключатели. Как же это все реалистично. Все в стекле. Посмотрите на вид из окна сзади. Мне очень нравятся эти подголовники. Весь внутренний интерьер просто нечто. Это декорация синего цвета по всему интерьеру просто сногсшибательна. Давайте закроем дверь и прокатимся на ней. Быстрый заезд на аватар. Первая вещь, которую сделаем, закроем дверь, нажав эту кнопку. После чего она закроется, и я буду как в коконе. Конечно, мне нужно быть внимательным и осторожным в этой машине, поэтому я, конечно же, пристегнусь. Ремень вставляется с этой стороны, прямо в пряжку. Сейчас нажмем кнопку для снятия с электронного ручника. Вы можете услышать, как это работает. И сейчас я кладу свою руку на панель управления, ровно на центр джойстика. И теперь я стану единым целым с машиной и начну пилотировать ей. Слегка наклоним панель вперед, и мы начнем движение. Мы привели в движение эту сюрреалистичную машину, но не имея при этом руля. Даже двигаясь по прямой, нужно быть суперосторожным, супернежным, с этим бесценным концептом автомобиля. И сейчас я очень нежно наклоню консоль для поворота, после чего автомобиль следует нужному направлению. Все реагирует четко. Хочу убедиться, что делаю все правильно. Теперь я хочу попробовать ее остановить. Для этого нужно плавно потянуть консоль назад. И вот мы остановились. Это было довольно-таки легко. Окей, давайте вернемся к движению. И снова разгонимся, и сделаем полный круг. С поворотом. И сейчас мы почувствуем перемещение всех колес. Это такое странное чувство, видеть дорогу через такое большое стекло сбоку. Просто очень огромное стекло. Переднее стекло очень нагрелось из-за солнца. Давайте теперь по полной прокатимся. Что я собираюсь дальше делать? Хочу на ней повернуть. Сейчас я ползу вперед и немного вправо. Машина поворачивает ровно в сторону дома. Потихоньку снижаем скорость. А теперь пробуем повернуть налево. Это офигенное чувство. Поворачиваем. Она может повернуться в ограниченном пространстве. Спасибо таким колесам. Это абсолютно что-то нереальное. Чувствую, что я не могу задумываться ни о чем, сидя здесь. Я просто расслабился и торможу машину одним нажатием. Но нужно быть с этим очень осторожным. Странный опыт. Все это мне кажется безумно диким. Это одна из самых странных машин, на которых я когда-либо ездил. А я ездил абсолютно на разных машинах. Мне нужно быть очень осторожным. Даже если я один на дороге. Смотрите, как она поворачивает. Для информации, примерно 700 километров она может проехать. На одном заряде. А ее зарядка занимает всего 15 минут. Мы смотрим в будущее на технологии автономии и электричества. Но главный вопрос всего этого, это как производить машины с таким пилотированием. Ведь представьте, этой панелью может пользоваться и водитель, и пассажир. Пассажир, правда, левой рукой. А сидя слева, можно использовать правую руку. У меня очень много всего, что мне хочется вам сказать. Сложно прокомментировать динамику вождения и подобные вещи. Но представьте, какой уникальный опыт вождения я переживаю. Mercedes-Benz дал мне эту возможность. Погрузиться в эпоху будущего времени. Очень сложно ехать, когда солнце светит прямо в лицо. Давайте теперь вернемся обратно, откуда приехали. Как хорошо вернуться в тень. Так гораздо лучше. Попробуем притормозить. Потянем панель назад, и машина остановится. Вперед, и машина поедет прямо. Здесь электрический ручной тормоз. Чтобы открыть дверь, нужно нажать эту кнопку. И сейчас обе двери откроются. Появилось немного свежего воздуха, и стало немного прохладнее. Сегодня очень жарко. Это сенсация, и просто сумасшедший опыт для меня. У меня буквально нет слов для описания аватара. И вот я вышел из машины. Если вообще можно назвать аватар машиной. Давайте еще раз пройдемся по деталям. Сзади как будто бы чешуя. Посмотрите на это полое пространство. И на весь дизайн в целом. Это совмещение переход природы в машину. С человеческим интерфейсом и его контролем. Колеса сделаны из полиуретана. Кроме того, они обладают множеством эффектов. Зависящих от того, что происходит вокруг. Посмотрите, спереди находятся фары, которые идут с светодиодной линией. По всей передней части. Подсвечивающийся значок Mercedes-Benz. И сейчас, смотрите, те огромные двери открыты. Задние двери тоже открываются. Внутри четыре сидения, прекрасно вписывающихся в дизайн. Посмотрите еще раз на эти сидения. Сидения имеют вибрацию в различных зонах. Они реагируют и чувствуют взаимодействие с ними. Этот проект дает самые разные ощущения и эмоции от пользования. У совместной работы Mercedes-Benz и Avatar еще не было ничего подобного. В ней есть множество интересных аспектов, как, например, ранее упомянутые колеса. Бегущие нейроны сзади, как в Avatar. Это факт, что идея дизайна машины идет из мира, на котором основан фильм у Avatar. Различные элементы дизайна, ее особенности и внешний вид. Только посмотрите, как в этой части все перемещается от реакции на внешние воздействия. Похожая на слой кожи поверхность автомобиля формирует этот гладкий дизайн. Теперь у вас есть полное представление об этой машине. Думаю, этого было достаточно. Это было довольно-таки необычно. Посмотрите, как она двигается в пространстве. Это самый мой странный автомобиль, который мог быть. Даже его звуки странные. Его загнали обратно в гараж. Посмотрите, как он светится. Это просто очень круто. Вот мы и припарковались там, откуда начали. Это был уникальный опыт езды на Avatar. Просто фантастика, которую я никогда не смогу забыть. Кто знает, может увидим подобные машины в скором будущем. Это все на сегодня. Спасибо вам большое за просмотр. Спасибо Mercedes-Benz за эту возможность. Скоро увидимся. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...